Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем знакомить вас с ключевыми сотрудниками нашей организации, которые помогают Анатолию Дардовичу Юницкому внедрять в жизнь его разработки. Разрешите вам представить нашего сегодняшнего собеседника Александр Михайлович Трусь, руководитель Бюро автоматизированных систем в составе управления, систем управления и безопасности. Добрый день. Александр Михайлович, то, чем вы занимаетесь, очень важно для проекта. Расскажите в двух словах о себе, о своем образовании и чем вы занимались, какой у вас опыт работы до того, как вы пришли в проект Skyway. Я закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Я являюсь инженером электронной техники. До того момента, как я начал работать в нашей организации Skyway, я работал в сфере промышленной автоматизации. За то время, которое я работал, было сделано достаточно большое количество различных решений. И применение этих решений нашло место на многих предприятиях в Белоруссии и в том числе в России. Дело в том, что от идеи до реализации нужно пройти достаточно сложный путь. И для того, чтобы идея, хорошая идея, чтобы она обрела свою реализацию, для этого тоже необходимо затратить определенные усилия. И необходим опыт для того, чтобы она действительно начала работать и выполнять те функции, которые на нее возложил разработчик. Вы действительно ценный человек, потому что, в принципе, теоретически разрабатывать это одно. А уметь внедрять теоретические разработки в жизнь, давать им путевку в жизнь, как раньше принято было говорить, это тоже очень ценное и редкое качество. Будьте добры, расскажите, как вы впервые познакомились с идеями Юницкого, с небесными дорогами? На самом деле, я давно уже знаю о идеях Анатолия Эдуардовича. Я выращен на тех журналах нашего времени, советских, как «Юный техник», «Техника молодежи». Я читал уже давно об этом, и именно с этим рос, с этими идеями советских ученых, и знал о нем уже давно. Значит, Анатолий Эдуардович, когда начал деятельность вот именно Skyway, меня порекомендовали ему. И он уже приехал в Беларусь, наверное. Да, он со мной связался, он рассказал о своих идеях. Мне это весьма заинтересовало, то есть я считаю, что это современно, это интересно, и главное, что это реализуемо. Спасибо большое. Теперь вот вы в Skyway. Вы возглавляете такое важное подразделение – Бюро автоматизированных систем. Расшифруйте, пожалуйста, чем вы занимаетесь, точнее, подразделение, которое вы возглавляете. Какие перед ним стоят задачи? Ну, как вы понимаете из названия бюро, мы занимаемся решениями автоматизации компонентов комплексов, которые разрабатываются в рамках проекта Skyway. У нас несколько достаточно опытных сотрудников, им делегировано определенное направление. Ну и в том числе у меня, кроме как функции, я, кроме как выполняю функции руководителя бюро, также веду два направления. Направление вибродиагностики, а также направление автоматизации демонстрационных моделей. Ну да, безусловно, мы штаты не раздуваем, и работают у нас специалисты-многостаночники, и вы один из них. А вы могли бы рассказать понятным более языком, чем занимается ваше подразделение? Например, как я понимаю, допустим, я со стороны, я впервые услыхал, мне кажется, что вы разрабатываете именно систему, которая будет вместо водителя или вместо вагоновожатого управлять подвижным составом Skyway, еще что-то подобное. Правильно ли я представляю себе? Абсолютно правильно. То есть автоматизация, она подразумевает замену либо частичную, либо полностью замену действия человека-оператора. То есть, не в лучшем случае, а в максимальном, там, где это требуется, мы будем полностью автоматизировать системы, в том числе и подвижные транспортные модули. Насколько я знаю, ваша разработка – это также модуль, который служит составной частью интеллектуального струнного ограждения, который сверху будет передвигаться по струне и предупреждать потенциальных злоумышленников о том, что не стоит этого делать. Да, одно из направлений – это автоматизация передвижного охранного модуля, который будет двигаться по путевой структуре, расположенной в рамках интеллектуальной системы ограждения. Ну, эта система в данный момент уже монтируется в экотехнопарке. Я надеюсь, что вскоре мы все увидим, как выглядят ваши разработки на практике. Безусловно, мы готовимся к этому и идем. Очень интересно прозвучало, по крайней мере, весьма инновационно на мой слух, звучит вибродиагностика. Очень в духе SkyWay. Не могли бы вы рассказать подробнее, что это такое? Я так понял, что это основная сфера деятельности именно вас, как специалиста, а не как руководителя подразделения. Да, изначально вибродиагностика – это диагностика механических объектов, неких устройств посредством снятия вибраций, которые производят эти устройства, или там издаваемых эти устройствами. В нашем случае вибродиагностика – это первичный метод из-за благовременной оценки работоспособности, оценки развития или начала развития дефектов, для того, чтобы заранее определить, что наше устройство, наш прибор будет выходить из строя, грубо говоря. То есть мы можем заблаговременно сказать, что этот узел, либо это передвижное транспортное средство не может выходить на линию, не может выполнять свои функции, потому что у него начал образовываться дефект. Я так понимаю, что безопасность, то, в чем Skyway превосходит все остальные аналоги, существующие или разрабатывающиеся, во многом зависит от вас, и во многом благодаря вашим усилиям мы можем обещать нашим потенциальным потребителям, заказчикам во всем мире, что Skyway действительно безопаснее даже авиации. Безусловно, перед нами стоят высокие задачи. Надо понимать, что обеспечение безопасности механизмов, узлов достигается не только нашими средствами, это прежде всего и решение механики, то есть как мы сделаем подвеску, чтобы даже при наличии каких-то дефектов система оставалась безопасной, ну и в том числе мы также участвуем, мы осуществляем обеспечение безопасности, этим дополняем и увеличиваем общую безопасность системы. И да, перед нами стоят такие задачи, и они будут реализованы. Мы осуществим и реализуем системы по безопасности, превосходящие в настоящее время воздушный транспорт. Скажите, много ли вам приходится самим изобретать, или уже что-то подобное внедрено или разрабатывается в мире? То есть много ли авторитетов существует в вашей сфере? Изначально надо понимать, что мы не должны изобретать велосипеды. Поэтому в начале каждого направления мы начинаем с того, что знакомимся с современными решениями в мире, касательно каких-то аналогичных устройств, систем, и как эти решения применить. То есть мы на них базируемся. После чего мы стараемся улучшать, либо применять дополнительные какие-то меры, уже разработанные непосредственно самими, для того, чтобы сделать эти системы безопасности более функциональными, чтобы повысить их уровень безопасности. Какие основные трудности в вашей работе? И как вы их преодолеваете? То, что мы сейчас разрабатываем, это воплотиться в жизнь через некоторое время. Исходя из этого, можно сказать, что мы можем предположить о том, что будет безопасно. Мы берем вектор нашей разработки в сторону безопасности. Но для того, чтобы удостовериться в этом, мы должны будем провести еще достаточно серьезное количество различных испытаний тех систем, которые будут реализованы, чтобы удостовериться в том, что это безопасно. Слава Богу, в наше время развитие систем вычислительных позволяет нам смоделировать многие эти процессы. И главное, понимать это, то есть понимать то, что недостаточно предполагать безопасность, надо еще это проверять. Мне кажется, в этом есть сложность, но если это понимать и как грамотно к этому подходить, то мы все реализуем как надо. Спасибо, большой успехов вам в реализации всех ваших идей и изобретений. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект, и тогда ваша жизнь станет намного безопаснее. Все проблемы будут диагностироваться и устраняться заранее. Строй SkyWay, спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова